2 миллиона 400 тысяч просмотров. Ни модный рэпер, ни западная поп-звезда, женщина из российской провинции играет на гусле. Еще раз, 2 миллиона 400 тысяч просмотров. Как минимум это необычно. А я люблю все необычное и все, что связано с российской провинцией. Я выяснил, что это не просто гусли, а национальный инструмент народа Мари, Керш, или по-другому, марийские гусли. И сегодня я отправляюсь на поиски этого инструмента, чтобы понять, в чем его магия, в чем его культурная ценность и откуда такая популярность. 2 миллиона 400 тысяч просмотров. Это Йошкар-Ола, столица Мариэл, местная титульная нация марийцы. Марийские гусли, которые я приехал послушать вживую. Их культурное наследие, их бренд, их национальное достояние. Марийским гуслям здесь есть даже памятник. Культурная композиция называется «Древо жизни» и по замыслу создателей отражает музыкальность марийского народа. Здесь есть барабан, валынка, но меня интересуют гусли. Кстати, посмотрим, насколько гусли интересуют местных жителей. А Марийские гусли – это с детства, мои любимые. Слышала. Мы знаем, что их там мудренько это играет. Ну, гусли-то мы слышали по телевизору. С детства. А там на сцене бабушка ходила. Пока не густо. Но неудивительно. Ешкарова город не маленький. Так сход на улице знатокает на музыке не встретишь. Поищу там, где музыкой занимаются профессиональные. Это Республиканский колледж культуры и искусств. Здесь есть отделение, где обучают игре на гуслях. И здесь работает преподаватель Марина Эльтимирова. С ней мы договорились, что она расскажет нам про марийские гусли. Наверняка не все знают про гусли. Не все знают. Даже в Республике Мариел не все видели. Даже в Республике Мариел. Возможно, видели. На картинках, на уроках музыки или по какому-то предмету народного. У вас просвидетельская такая миссия получилась. Ну, наверное, да. Вот изначально самая важная задача была сохранить инструмент. Так. Возможно, даже в каком-то законсервированном виде. Спасти марийские гусли. И я бы так и назвал этот сюжет. Ведь их спасали на протяжении всей истории существования. Изначально это был ритуальный инструмент. Его звучание сопровождало языческие моления. Примерно 400 лет назад началась христианизация марийцев. И все ритуальное оказалось под запретом. Считалось, что звук марийских гуслей, тембр, он единственный, который доносит всю молитву, все слова жреца карта до высшего существа. Но играть на гуслях дома было можно. Этим и занялись марийские женщины. И именно так гусли из строго мужского инструмента превратились в исключительно женские. Ритуальные культовые наигрыши, они перестали играть. Начали играть просто какие-то переложения. Субтитры создавал DimaTorzok В советские времена на марийских гуслях в республике играли повсеместно. Но к концу эпохи инструмент снова забыли. Их едва не вытеснили магнитофоны и электрогитары. Лишь благодаря немногочисленным подвижникам инструмент не канул в лету. Марина и ее коллеги, преподаватели Республиканского колледжа искусств, как раз одни из таких подвижников. Четвертая цифра, пятый этап. Вы уже сделали деминуэнда. Деминуэнда делать нельзя, мы же говорили вчера об этом, да? Делаем полностью до конца, до форта доигрываем. И вот тогда у нас получится субито. А что такое субито? Внезапно. Внезапно. А у нас внезапно не получается. Субтитры создавал DimaTorzok Впрочем, надо отдать должное и республиканскому руководству. В Мари-Эл есть президентская школа для одаренных детей, где учат играть на гуслях. После нее можно продолжить обучение здесь, в колледже искусств. И даже получить высшее музыкальное образование по классу гуслей. В общем, научиться играть не проблема. На чем учиться? Другой вопрос. Серийно гусли не производят. Старый мастера Ушли примерно 40 лет новых гуслей в республике не делал никто. И, возможно, марийцы снова могли бы утратить свой инструмент. Но этого снова не случилось. Здесь работает единственный в республике мастер, который сам изготавливает гусли. Интересно, что это татарский мастер, а гусли изготавливает и татарские, и марийские. Пойдемте знакомиться. Это я в деревне, видите, у бабушки нашел инструментов более 100 лет. Ого! Тут еще вот эти болты. Да. Кузница. А правда? И все, и уже волшебство. В 2010 году татарский музыкант Гарай Максумьянов нашел старинные татарские гусли. Он слышал их звучание в детстве. Попробовал поиграть. Дянулся. Создал ансамбль, куда стали приходить дети, желающие научиться играть на гусли. Инструментов стало не хватать, и Гарай решил делать их сам. Начал с татарских. Марийские были позже. У меня одна курсница попросила, а ты попробуй, ты сделай мне это, гусли для ребят, для музыкальной школы, для маленьких, поменьше. А я долго думал, тоже внашивал, ну как же это все сделать. Попробовал, первый инструмент сделал, показал специалистам. Вот и потихоньку пошло. Ни чертежей, ни инструкций, ни мастеров, которые могли бы передать свое умение. Только старинные инструменты, как образец. Да еще и марийские гусли оказались сложнее татарских. Больше по размеру, больше струн. На татарских 12, на марийских 36. Разный строй. У татарских пентатонический. Это как если на фортепиано оставить только черные клавиши. На марийских диатоника. Продолжая аналогию с фортепиано, оставляем только белые. Ну и материала на марийские гусли уходит больше. А это дуб, бук, специальная резонансная ель. И дорого, и поди найди. На сегодняшний день 24 инструмента марийских я сделал. Многие я подарил. На изготовление одного инструмента, ну полгода уходит. Это я в свободное время. После работы остаюсь выходные. Отпуск я в мастерской, в гараже. Когда вот я делаю, я разговариваю. С инструментом там обычно уже ближе к концу. И ночам не спишь, просыпаешься, с утра пораньше. Довести, доделай. Да. Как же звучит инструмент, какой голос подаст. Он разговаривает с тобой. Вот сейчас мы сыграем. Я буду мелодию играть, а вы аккомпанировать. Кто-нибудь там свое. На руку мне сыграло то, что гусляры в Мариэл. Довольно камерное сообщество. Все друг друга знают. И последний аккорд. Таинственный звук. Ай, красота какая. Марина и Гарай рассказали, как найти ту самую исполнительницу, игра которой вдохновила меня на эту поездку. Оказалось, что искать ее нужно не в Йошкар-Оле. Казьмодемьянск. Финальная точка нашего путешествия. И именно здесь, как мне обещали, я услышу те гусли, с которых началась наша история. Казьмодемьянская школа-интернат Даравани. Здесь обучаются талантливые дети со всей республики. И символично, что эта школа находится в Горномарийском районе. Ведь по преданию, именно горномарийские девушки в свое время сохранили национальный инструмент. Кстати, когда-то умение играть на гуслях для горномарийской девушки было таким же обязательным, как умение печь хлеб или вести домашнее хозяйство. Иначе замуж могли не взять. Раз, и два, и раз, и два, и четверть, рэ, пошли. Галина Витальевна гусла. Не просто обучает девочек играть на гуслях. По сути, она еще одна хранительница национальных традиций. Традиционные инструменты сейчас как бы в тренде идут. Их популяризируют, проводят множество конкурсов, фестивалей. С гуслями связана вся ее жизнь. Она даже точно не помнит, в каком возрасте впервые взяла инструмент в руки. Лет сорок назад. Это ее игра собрала на ютубе больше двух миллионов просмотров. На ваш взгляд, почему такой успех именно гуслей? Ну, может, звучание какое-то другое по сравнению с другими инструментами. Когда я в Обнинске играла, мы на конкурс ездили, это в Калужской области. К нам зрительница подошла после концерта и говорит, знаете, я пришла на концерт, у меня так сильно болела голова. А после того, как вы вот сыграли, именно ваш ансамбль сыграл, у меня перестала болеть голова. Так вот в чем секрет. Традиционные национальные инструменты – это не только для удовольствия. Это еще и лекарственное средство, жизненно важное. Во всяком случае, для сохранения культурной и национальной идентичности. А говоря проще, для сохранения народа как такового. Без гусли я жить не смогу, это точно. Это точно. Потому что любое чего, дома какое-то, ну, может быть, какие-то проблемы. Но на работу я прихожу, я сажусь играть, я все забываю, я полностью в этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok